Свыше 2 миллиардов 140 миллионов рублей на оказание услуг в соцучреждениях. Такую сумму потратит область до конца года. Примерно столько же будет заложено в региональном бюджете следующего года. На что конкретно тратятся деньги и кто следит за качеством предоставляемых услуг? Ответы на эти вопросы в нашей рубрике дословно. Татьяна Владимировна, насколько доступна социальная сфера для жителей Тюменской области? Более 7 лет в Тюменской области нет очередности в дома-интернаты. Такие же показатели по оказанию необходимой помощи на дому. То есть пожилой человек, человек с инвалидностью, который не может сам себя обслуживать, обращается к нам и получает необходимую такую помощь. Это тоже 100% сегодня. Если говорить о доступности, мы говорим о выездных формах работы. И сегодня жители сельских, отдаленных территорий тоже имеют доступность и социальной помощи, и социальных услуг, потому что работают мобильные международные бригады, работают сегодня диспетчерские службы. Сегодня надо говорить о технологиях уже современных. Многофункциональные центры, наши телефоны горячей линии. Сегодня это все позволяет обеспечить 100% доступности социальных услуг. А кто оценивает качество предоставляемых услуг? Есть ли общественный контроль? Помимо сегодня традиционных контрольно-надзорных органов, департамента, ведомственной контроли, сегодня большое внимание уделяется общественному контролю. Введена система и независимая система оценки качества социальных услуг, когда независимая организация, эксперты обеспечивают внешний аудит качества нашей социальной помощи, социальных услуг. Кроме того, сегодня созданы общественные советы при департаменте, созданы родительские комитеты в каждом доме-интернате. А это уже близкий родственник, родитель, ребенка может оценить, насколько комфортно, насколько удобно в нашем учреждении. Сложилась ли в Тюменской области конкурентная среда в социальной сфере? Рынок социальных услуг, он формируется. И мы сегодня говорим о наших партнерах, которые уже более трех лет работают и помогают нам обслуживать пожилых людей на дому, помогают оказывать социальные услуги лицам, которые оказались без определенного места жительства. Поэтому четыре общественные организации сегодня есть и включены в реестр поставщиков социальных услуг. И мы постоянно им оказываем необходимую помощь, потому как сегодня работать на рынке социальных услуг и с наиболее уязвимыми категориями населения, это непросто. Спасибо большое, Татьяна Владимировна.